друзья это видео именно о перелете из анталии в санкт-петербург это наш обратный путь то есть мы туда летели вот туда летели я вот здесь где-то вставлю это видео чтобы те кто собирается лететь знал как можно лететь санкт-петербурга животным но мы летели россии а обратно мы летели получается другой авиакомпании вот о чем сейчас и будет это видео желаю вам всем приятного просмотра здравствуйте всех приветствую на своем канале меня зовут юлия и вот это вот маленькая шмы козя который уже сегодня полтора года это мой ёршеский терьерчик которого зовут дэниел он тоже вас привет да скажи привет привет и это видео друзья будет посвящено теме как лететь из анталии в россию в данном случае мы летели анталия санкт-петербург turkish airlines я буду рассказывать нашу историю перелета как летают то есть как лететь другими авиакомпаниями я не знаю я знаю что пегасус airlines например турецкая бюджетная авиакомпания почему бюджетная но просто поговаривают никогда не летала ей у нас в питер она не летает она летает в москву и вообще по моему еще какие-то другие там города россии вот но я слышала что она не берет на борт животных у меня знакомые в молдову летели этой авиакомпании у них три йорка и они этих йорков своих оставили в турции на передержку поэтому вот пегасус airlines будьте осторожны если вы летите животными как бы так не получилось что вас не пустят на борт а мы летели turkish airlines еще раз повторю они очень лояльно относятся к животным и берут на борт кошечек собачек в общем-то и в салон и в багажное отделение дэниэл мой песик летел со мной в салоне то есть он как бы по весу проходит перелет в салоне то есть у них до 8 килограмм также в принципе как и в любой другой авиакомпании но туда мы летели в турцию россии а обратно получается ирлайнсом да вот давайте в общем поговорим какие документы и правила есть перелета обязательно ребята уточняйте правила перелета для каждой авиакомпании отдельно то есть читайте правила перелета авиакомпании потому что даже при бронировании билета вас просят сколько скажем так размера вашей переноски если вы даже в одном сантиметре или в двух ошибетесь вам просто могут отказать поэтому очень внимательно уточняйте правила итак друзья что вам нужно для вылета самое главное это вот этот сертификат с которым вы влетали который действует 90 дней на животное но 90 дней равняется трем месяцам дам там обязательно просчитать время как бы там можно в программе в интернете чтобы это время не было превышено потому что ну 90 дней вот они вот прям следят за этим вы будете его показывать когда будете регистрироваться на рейс они смотрят обязательно вот этот сертификат и ваш паспорт на животное но и ваш паспорт то есть я подавала свой паспорт паспорт моего животного вот этот сертификат это очень очень важные документы мы когда вылетали этот сертификат у нас действовал поэтому в принципе мне никакого дополнительного осмотра на моего животное не потребовалось ветеринарной лечебницы давно то есть у ветеринара вот эти два документа нам было достаточно если вы пребываете на территории турции в данный момент да мы говорим больше 90 дней тогда вам нужно будет посетить двух врачей двух ветеринаров опять же это моя информация то есть мне так говорили и это делали еще там мои знакомые которые тоже пытались выехать вот может быть что-то меняется вот я вам говорю на сегодняшний день да там минус плюс плюс минус неделька да допустим там разница может что-то поменяется может быть где-то в другом месте может быть что-то будет какие-то новые да там меняются все время новые новые бывает появляются скажем так условия если вот этого сертификата и так нет у вас да вот ну нет все закончился пробыли вы в турции не 90 дней например а 120 или там 150 дней тогда вы идете к ветеринару он вашим дает вам разрешение на вылет дальше отправляет вас в какой-то еще центр к ветеринару другому и там он осматривает ветеринар и какую-то обработку делает там минимальную тогда понимаю глистогонит наверное скорее всего и вам дает еще документ что собака пришла обработку и ставит вот сюда вот паспорт что там какой-то штампик это мне говорили что если у меня просрочится сертификат нет нужно будет делать на турецкие деньги это получается 500 лир ну то есть на курс можете умножить и понять какая это стоимость в российских рублях если вот вы собираетесь вылетать мы вылетали вот по этому сертификату потому что 90 дней я не просрочила мы были вылетали по нему и в общем-то мне не надо было никакую дополнительную обработку собаки делать то есть я сама делала там глистогонила его за две недели до вылеток примерно так и все но так как мне нужно было вылететь срочно в общем-то у нас еще получилась такая ситуация а следите пожалуйста за своими как бы вот паспортом да и прививками мы в турции делали моей собачке прививку от бешенства и как бы по закону вообще закону собака должна провести в турции 30 дней карантина но в принципе мы не провели 30 дней карантина у нас получилось 15 дней мы вылетали но если бы кто-то придрался конечно это могло бы какими-то проблемами грозить поэтому мне просто нужно было срочно вернуться в россию у меня были кое-какие тут скажем так дела и я не смогла ждать месяц я просто уже позвонил ветеринару которые собственно там нам делала прививку вы слушайте ну как бы вот можно ли вылететь и нога ну у вас остался вот этот сертификат 90 дней груда остался придраться по идее не должны тем более в принципе на туркишек летите ну в общем не придрались что там животные у меня не прошло карантин 30 дней а прошли не 30 дней прошло до от 15 только но в общем слава богу нас выпустили вот обязательно следите за прививками от бешенства у вас должна быть также вот это вот комплексная вторая прививка тоже годовая которая там парва вирус по моему от чумы включает но это все у нас вот сделано в турции мы делали поэтому все нормально все хорошо поэтому все нормально все хорошо ветеринарного контроля в турции нет то есть если вы вылетаете например ну я из пулкова вылетала это у нас санкт-петербург там шереметьево внуково например это с москвы там есть паспортный контроль в турции нет ветеринарный контроль а в турции ветеринарного контроля нет поэтому все проще документы небольшой список ну главное что прививки более сертификат или если он у вас закончился тогда получается вот разрешение врача на вылет ветеринарного и обязательно обработка перед вылетом у другого врача может быть этот будет делать один врач но мне сказали нам две инстанции пустить и вот мои знакомые кто вылетал с животным они посещали две инстанции как будет у вас я сто процентов не могу сказать может это будет один врач может быть это будет два но имейте ввиду что это нужно делать и это потребует если он ну точнее не он а вот этот вот сертификат у вас закончится так следующий вопрос это как регистрировать собаку на рейс что делать вот что вот вы делать собрались лететь да что делать вам нужно в приложении я честно говоря это делала через я обычно билеты через авиасейлс покупаю но в этот раз я по совету своих знакомых заказывала билеты через озон travel потому что там есть служба поддержки до того как вы оплатите билет вы бронируете этот билет в приложении до забронировали пишите службу поддержки озон travel здравствуйте там у меня номер билета бронь такая-то да я хочу на борт взять с собой животное там пишите какое животное его размеры размеры ваши переноски обязательно тоже как бы с этими ознакомьтесь на сайте авиакомпании ну в общем вот такую информацию что я лечу рейс такой то то есть такое то время такой то город пребывания вот в салоне самолета полетит вес как игру уже вместе с переноской сколько животного то есть вот это все все документы мол есть как бы да то есть и служба поддержки начинает обращаться в авиакомпанию то есть они напрямую как-то с этой авиакомпании связываются и вам должно прийти подтверждение то есть вы пишите мне подтверждение должно прийти ну как бы подтвердите мне на почту да там и почту свою оставляете у меня возникла с этим небольшая проблема то есть у меня нет турецкого номера потом до авиакомпании странно почему-то как бы по турецкому номеру даже у кого он был мы не могли дозвониться странно на сайте говорят они все отправляют на сайт на сайте такой информации вообще в принципе нет там есть информация на туркишах да я имею ввиду там есть информация только вот по переноске да какие размеры должны быть по стоимости билета другой информации как нам регистрировать собаку на рейс не получалось то есть но никак в общем получилось так что я просила свою знакомую это знакомая просила свою маму мама это звонила ну то есть я данные свои присылал и быстренько да там она звонила то есть это все надо делать очень оперативно а какой только забронировали берет просто как-то год просто вот быстро всеinkling надо быстро 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 связываться с этой а компаний скорее всего лучше вам просить если это опять же турки шето лучше просить кого-то звонить питера туда называть ваш номер брони называть вашу фамилию и просить зарегистрировать животное на рейс вот так в общем пока что-то так не получалось у нас это сразу сделать в чем была загвоздка не броня билет было ровно час в этом приложении да потом они мне еще на час продлили она электронку мне не приходит подтверждение то есть они как бы запросили но авиакомпании пока не дает никакого ответа в общем я все психовалась думала что делать в общем бронь закончилась за эти два часа я я очень долго сидела просто с этим делом как бы с телефоном в руках ждала когда мне все это придет подтверждение ребят честно говоря животное бронировать еще сложнее чем себя да есть свои как будут эти вот нюансы себя то что забронировал купил билет отплатил с карты и лети как говорится в любую страну мира как бы если ты хочешь а тут как бы вот без этого ты не можешь без животного то вылететь своего правильно общем пока мы бронировали бронь слетела мой билет подорожал на 4000 рублей но мне просто нужно срочно было улетать я не могла ждать ну как бы возникли да говорю свои там дела в питере мне просто надо было резко улететь и поэтому и поэтому мы заново бронировали билет который на 4000 дороже проходили всю ту же процедурию опять ее мама была на связи благо и вот спасибо этой девочке моей знакомой вот реально помогла классно вот помогла то есть я и мама потом благодарила говорила спасибо вам большое что вы звонили то есть она звонила с города с россии да и вот так вот она бронировала в итоге забронировали слава богу что-то подтверждение не прислали но мама у нее упертая она звонила снова в эту авиакомпанию и говорит вот на такую-то фамилию зарегистрирована да да это горит на ее фамилию зарегистрирована собака с ней летит ёршеский интерьер да да и вот после того когда мама и и и позвонила мы убедились 1 год юля выдохните все нормально все хорошо все спокойно но в общем я конечно все равно переживала у меня был ребята страх такой что вдруг я сейчас приеду в аэропорт и получится так что мне скажут а мы знать не знаем что у вас собака зарегистрирована но тоже вот так а билеты на тот момент как я летела были очень дорого стоящие мне конечно не хотелось бы чтобы вот мало ли что то но слава богу слава богу все решилось хорошо ребята то есть если полетите турецкими авиалиниями в общем-то не паникуйте бронируйте билет если вы в турции находитесь просите срочно кого-то из россии из родственников друзей звонить на авиакомпанию в авиакомпанию нашу ну по нашим телефонам есть говорить ваш номер брони вашу фамилию и бронировать ваше животное то есть вот все нормально все должно быстро пройти чтобы у вас бронь билет не слетела по стоимость билета до подошли мы к уже принципе концу по стоимости билет стоит 50 долларов на собаку вся процедуре довольно быстрая только вот нам рейс на два часа задержали но бог то с ней я уж там ходила по аэропорту бухтела но уже ладно рейс игру что такое мы платим такие баснословные деньги за перелет да ну блин что такое еще и задерживают туркиши же раньше никогда не задерживали а потом я подумал господи связи с ситуацией в мире слава богу чтобы вообще улетели оттуда и летели четыре часа между прочим как бы туркиши летают напрямую они летят допустим санкт-петербург анталия санкт-петербург четыре часа как и раньше потому что то есть без пересадок без облетов они напрямую но и билеты у них сейчас очень дорогие в общем ладно улетели и в аэропорт приехали я пошла регистрацию принципе проходила регистрацию одна из первых нас рано привезли в аэропорт вот я подала свой паспорт дэни паспорт вот эту штучку ну то есть вот этот сертификат все она горит идите оплачивать она дает мне бумагу такую как типа к просто бумажку написано идите в турки шейрлайнс оплачивать мы в турки шейрлайнс идем с собаки нам там где-то в конце зала в анталии оплачиваем вот она я говорю 50 долларов я дала они мне там 10 лир сдачи дали ну ладно окей я иду обратно показываю девушке которая нас регистрировала регистрировала на рейс вот эту бумагу она говорит все окей идите отдает мой паспорт дэнкин паспорт все мы пошли как бы в общем вот это вся его никто не взвешивал размеры переноски они требуют при броне билета если вы ошибетесь вам могут отказать если в цифрах поэтому обязательно эти цифры проверьте на сайте авиакомпании и только тогда пишите чтобы ваш собак летела самолете они прям вот к этому придираются но по факту в аэропорту на вашу собаку только сю 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 хорошенький такой ля 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 Сисисюкаются, да. Проблем нет никаких, никакого ветеринарного контроля, только вот все быстро прошло. И мне понравилось еще что на туркише ирландии, что мы, в принципе, весь полет, кроме как взлета и посадки, собака была у меня на руках. То есть он все время у меня на руках сидел. Дышал, конечно, сильно я ему давала антидепрессант. Ну вот сейчас я вот сюда вставлю какой антидепрессант, такой же, как и когда мы летели туда. Знаете, все равно он так же дышал, конечно, стресс был большой, но, в принципе, все нормально. И туркише ирландии разрешают на борту собаку на руках держать. Проблем не было. Они мне сами сказали, если хотите, типа, говорит, достаньте собаку, можно на руках держать. И мы еще сидели с ним, у нас это сидение было, то есть три места, да, у окна, посередине и в проходе. Это было все наше место. То есть с нами никого не сажали, ну, в общем-то, вот такой был в конце самолет полупустой. Мы кайфовали, в общем, все было очень хорошо, все нормально, за исключением, что дорого, вот. А так все, в принципе, нормально. Поэтому, ребята, ну, вот такой был у нас полет. Немножко затянутое видео, но я опять же хотела поделиться эмоциями. Надеюсь, кому-то это будет полезно. Я надеюсь, это видео было для вас интересно, познавательно. Какую-то информацию вы для себя подчеркнули. 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 Если у вас будут вопросы какие-то, пишите, пожалуйста, мне комментарии. Вроде бы я все учла в этом видео, сказала и про документы, и про прививки, и про саму процедуру. Но мало ли, может быть, что-то у вас будет какой-то вопрос. Всегда пишите. Потому что я перед перелетом, до перелета, да, искала видео, но я не находила информации той, которая мне была нужна. Поэтому я, в принципе, собирала информацию только из собственного опыта по крупицам, скажем, да, вот. Как вот я это все делала. Что-то там я где-то маленькую часть нашла информации, но вот такую часть информации – это мой опыт. Поэтому, если у вас будут вопросы, не стесняйтесь, пишите. А мы с вами увидимся в следующем видео. Все. Всем до новых встреч. Спасибо вам большое, что вы посмотрели. Вот, буду рада, если поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну, до новых встреч в эфире, друзья. Всем пока-пока.